Значит, в двух словах. Сложно говорить после двух таких блестящих докладов последних, но тема пересекается, стартапы, презентация стартапов, свои проекты, IT-компании, все это, в общем-то, здесь переплетено. Ну, наверное, будет не лишним сказать, что прежде чем я начну презентовать этот проект, о том, что я большой сторонник транспаренси, вообще транспаренси в бизнесе. Идея, которая родилась еще в 98-м году, о том, что IT-компания должна быть максимально близка к заказчику. Заказчик должен видеть, в общем, полный весь процесс, вплоть до того, что делают разработчики в оплачиваемое им время, как они принимают решения, почему они выбирают из 10 альтернатив первую или вторую. И, ну, это невозможно сделать без предоставления заказчику реальной возможности наблюдать за тем, чем занимаются разработчики. Этот вопрос для многих разработчиков остается открытым. То есть они считают, что демонстрировать свои ошибки, в том числе, это непрофессионально, это очень плохо. Нужно показывать только позитив и по возможности избавляться от негатива. Так вот, идеи, которые во мне как-то жили, существовали, привели к тому, что в своей компании я начал делать прозрачными рабочие процессы. И презентуемый мной стартап, он позволяет визуализировать отрабатываемое разработчиками время и даже делать свои заключения на тему профессионализма разработчиков. Имея небольшие шаблоны, небольшое представление, небольшой опыт, как этим инструментом пользоваться. Итак, что такое тахометр, для чего он был сделан, или для кого он был сделан. Начну с проблемы. То есть какую проблему он решает. Проблема очень простая. Все понимают, что деньги нужно считать. Бизнес, в котором не учитываются финансовые затраты, я думаю, что обречен. Если это не поток денег, который нужно только подставлять какие-то там предметы типа ведер, для того, чтобы это все дело набирать. То есть сначала все начинается с малого, и контроль над финансами – это очень важная вещь. И очень... Можно в следующий слайд? И очень... Многие начинают понимать, что время и деньги – это вещи связанные. Затраты на разработку какого-то продукта или предоставление сервиса – это те же самые деньги, которые уходят в виде расходов. И время точно так же важно учитывать, как и... Собственно, деньги. Я возьму микрофон, чтобы видеть то, что я понаписывал. Значит, учитель в школе оставил большой след моей жизни. Вот он говорил – время – деньги, а денег нет. Его понять было можно, вот как и сейчас всех учителей. И, собственно, как... Можно следующий слайд? Как сейчас решают проблемы учета времени? Значит, существует старый проверенный способ заполнения табелей отработанного времени. Как это обычно делается? Проджект-менеджер или там менеджер, который ответственен на заведение этих табелей в конце месяца или там перед начислением заработной платы поднимает все заявления сотрудников, кто когда там болел, кто где в отпуск. И начинает по памяти расставлять там восьмерочки, кто что там отработал, кто чем занимался. Это существует первый подход. Следующий подход – это подход, когда время отмечается с самими сотрудниками по выполнению какой-то работы. Очень распространенный в Западе подход, когда эти воркшиты готовятся непосредственно с сотрудниками, которые выполняли какие-то работы. То есть в конце, например, дня получается список часов, список задач с часами по отработанному времени. Ну и существует комбинированный подход, когда используется какая-то автоматизация для введения либо табелей, либо для заполнения этих воркшитов. Собственно, вот следующий слайд. Что мы предлагаем? Мы предлагаем автоматизацию этого процесса и устраняем главный фактор необъективности. Устраняем, собственно, человека, который вводит отработанное время. И мы предлагаем инструмент, который самостоятельно фиксирует отработанное время и позволяет делать отчеты по этому времени. Какие у нас существуют конкуренты или смежные проекты? Ну, возьмем всем известный Basecamp. То есть у него есть функция учета времени, где, скажем так, где пользователь может отмечать свои затраты на разработку какой-то там задачи. Существуют продукты такие, как Toggle, очень известный. Существует продукт, который называется Mokupa. Существует такой продукт, который называется Rescue Time. У них очень подобный нашему подход. То есть они, многие из них пытаются действительно убрать человека, как, собственно, элемент, который вводит отработанное время и попытаться каким-то образом решить вопрос с фиксацией этого времени, исходя из выполняемого пользователем работы. Ну, например, Rescue Time решает эту проблему очень просто. Он фиксирует время, которое затрачено на работу в определенном приложении. То есть он определяет, какое приложение сейчас активно. То есть, например, IDE для разработки какой-то программы, какое время был открыт Skype, какое время были открыты другие приложения и составляет в конце рабочего дня перечень используемых приложений и затраченное время. Таким образом, отфильтровав нужное, можно выставить заказчику счет. Но эти продукты не предоставляют одного. Заказчик реально не знает, что в этом приложении делал пользователем. Можно следующий слайд. И здесь появляемся мы с не очень новой идеей, даже совсем не новой, но это отдельный продукт, не интегрированный никуда, который можно использовать отдельно, либо встраивать в другие приложения. Значит, можно следующий слайд. Что собой представляет приложение? Существуют трекеры для всех распространенных операционных систем Windows, Mac, Linux, которые разработчики ставят себе на компьютеры и включают тогда, когда они посчитают нужную. То есть, если они считают, что это время будет билиться, они нажимают старт, и приложение просто начинает делать через определенные промежутки времени рандомно скриншоты экранов. Плюс, подтверждая статистику по отработанному времени, статистикой помощки клавиатуры через определенные промежутки времени. Можно следующий слайд. То есть, вот здесь вот, на вот этом слайде предоставлена статистика пользователя за какой-то определенный день. То есть, вы видите скриншотики, статистика по клавиатуре и мышке, к сожалению, сейчас закрыта, не очень удачный пример. Но, тем не менее, наглядно можно представить, чем именно занимался пользователь. Если такой уровень детализации не нужен, можно посмотреть суммарную статистику по количеству отработанного времени за день. Если существует какой-то тип активности, которой невозможно затрекать при помощи этого инструмента, какие-то офлайн-митинги, какие-то телефонные переговоры, все это добавляется в офлайн-время. Отдельно с заказчиком оговаривается рейд, по которому эта работа может быть оплачена, если это необходимо. Либо некоторые заказчики просто отказываются оплачивать эту офлайновую работу. То есть, здесь уже решение принимает заказчик и какой-то конкретный исполнитель. Можно следующий слайд? Дальше мы предоставляем отчеты. С достаточно высокой гибкостью. То есть, можно генерировать отчеты по командам, по сотрудникам, по времени начала-окончания работы, генерировать табели отработанного времени и так далее. Собственно, я не хотел очень много времени тратить на то, как это все дело работает. Все-таки это конференция, которая посвящена Рубе, и сконцентрироваться на том, как это все дело разрабатывалось, с какими мы проблемами сталкивались. И, в общем-то, этот был наш первый продукт. Набили себе очень много шишек. Уже многие вещи делали бы по-другому. Поэтому хотелось бы немножко на этом остановиться. Значит, выбор технологии реализации был очень прост. В нашей компании был большой опыт разработки веб-проектов на Java, на Дутнете, на PHP и на Рубе. Поэтому здесь выбор был очевиден. По соотношению времени, затрачиваемого на разработку и качества результата, мы выбрали Ruby on Rails. Дальше, следующая проблема, с которой мы столкнулись. Здесь это прозвучит крамольно. Мы начинали разрабатывать системы на Ruby on Rails с использованием Windows, от которого полностью избавились, к сожалению или к счастью, потому как разрабатывать под Windows Ruby приложения, это не то что сложно, это просто невозможно. То есть, как только сложность приложений возрастает, как только начинают использовать какие-то серьезные внешние компоненты, сразу становишься перед выбором миграции на какую-то другую платформу. Дальше. У нас очень много скриншотов, которые заливаются на сервер в разрешении 124 на 768 точек. То есть, за день средний разработчик, отрабатывая 8 часов, то есть, он заливает 8 умножаем на 10 скриншотов. То есть, это не такой большой объем в пересчете на одного разработчика, но когда сотрудников, не сотрудников, а пользователей, становится полторы тысячи, это уже очень существенно. И увеличивается время как на загрузку этих всех скриншотов в реальном режиме времени, так и на хранение, и на отображение. Поэтому, для того, чтобы решить эту проблему, мы подключили Amazon S3 хостинг для картинок и очень довольны этим решением. То есть, по, скажем, стоимость, то есть, те суммы, которые мы сейчас платим за то, чтобы хранить эти данные на Амазоне, они, скажем, настолько мизерны, что это решение очевидно. То есть, данные сначала заливаются на сервер и сразу же становятся доступны с сервера, а потом, после заливки на S3, переключается провайдер и данные становятся виденными через S3. Дальше. Утилита. Так называемый тахометр-агент, который ставится на машину разработчика. Сначала она была написана под Windows и была использована технология C++ QT. Решение, мне кажется, очень правильное. Сейчас я понимаю, что это решение очень правильное. Я благодарен тем ребятам, которые нам подсказали в общем-то правильный способ разработки, и мы очень довольны, что выбрали QT. Технология очень бурно развивается, и, видимо, для стендового приложения это отличный выбор. Но когда мы начали это все мигрировать, то есть у нас была работающая версия под Windows, для Windows, которая работала прекрасно, и нам нужно было портировать на Linux, а потом и на Mac. То есть сначала было Linux. Все оказалось не так просто, как обычно пишется. QT, который там компилируется для Windows, должна была нормально запуститься и под Linux. Оказывается, нет. Оказывается, есть очень много библиотек, есть очень много функций, которые отличаются во всех операционных системах. Особенно функции, которые работают с операционной системой. А наша утилита, она в общем довольно плотно интегрировалась и с мышками, и с клавиатурами, и с десктопами. Поэтому очень многие вещи приходилось либо как-то переносить самостоятельно с Windows на Linux, либо самим пытаться реализовать. То есть не все работает. Не все стандартные библиотеки работают везде. Дальше вещь, которая присуща стартапам и сейчас очень активно пропагандируется. То есть быстрый старт, потратите как можно меньше времени на разработку и запуститесь быстро. То есть быстрый фейл это замечательно. На самом деле надо с умом подходить к этой рекомендации. Почему? Потому что первой версией можно очень хорошо распугать всех своих потенциальных заказчиков и заработать себе очень плохой имидж, который даже следующими качественными версиями отмыть как бы очень сложно. То есть первое это даже если вы выходите с первой какой-то там альфа-версией в люди эта версия должна быть достаточно прилична для того, чтобы продемонстрировать концепцию и для того, чтобы заинтересовать сторонников. Если это не произойдет, то может сработать против вас. Дальше по поводу быстрого старта. Тут очень много подводных камней. Очень сложно выбрать правильный момент, в какой момент вы готовы для того, чтобы выйти со своим продуктом на рынок. Этот процесс с одной стороны нельзя затягивать, а с другой стороны нельзя действительно бездумно следовать рекомендациям и выкатывать какую-то очень сырую версию. Монетизация. Монетизация это вопрос серьезный, особенно для Украины, для постсоветского пространства, когда банковские институты к сожалению очень далеки от того, чтобы сделать проведение платежей действительно незатруднительным, скажем так, деликатно для действительно заказчиков, которые готовы платить. А готовы платить обычно заказчики не из нашего постсоветского пространства, а обычно это Европа, это Америка. И вот на самом деле мы не смогли найти решение, которое бы сразу закрыло все проблемы. То есть я рекомендую использовать каких-то интеграторов, которые предоставляют целый набор платежных возможностей оплаты, а не пытаться реализовать каждый из этих способов самостоятельно. Дальше потом можно будет перейти на... То есть в дальнейшем можно будет конечно заняться реализацией оплат непосредственно из вашего приложения, но мы пришли к тому, что на начальных этапах не стоит этого делать. Мы используем сейчас два сервиса. Первый называется Плимус, к сожалению он нас не очень устраивает тем, что там не очень просто делается рекордный биллинг так называемый, то есть возможность один раз завести кредитную карточку и дальше пилить заказчика автоматически. второй сервис, который мы сейчас запускаем для русскоязычной аудитории это Робокасов, тоже очень известный и хорошо себя зарекомендовавший сервис, но тоже без этого рекордного биллинга. Следующий слайд. Значит как это все работает? Я не знаю каким образом мы умудрились запустить это все дело в продакшене с руби 1.9 потому как все это действительно на этом работает на руби 1.9 хотя с другими проектами у нас возникало очень много проблем и лично я бы не стал сейчас развивать проект на этой версии руби дальше так это все начиналось разработка начиналась где-то полтора года тому назад поэтому Rails 3 был только в планах и пока мы еще не мигрировали с версии 2.3 и используется база данных MySQL значит очень много используется внешних плагинов основные из них это AirMagic Subdomain Paperclip и множество других мы пытаемся не изобретать велосипед использовать то что хорошо зарекомендовала хотя наверное по многим компонентам есть определенные слабые места которые приходится как-то компенсировать сейчас это все работает под Debian Nginx Passenger в общем наверное стандартная одна из немногих стандартных схем запуска проектов продакшен мы используем Amazon S3 для хранения изображений ну и клиент я вам сказал уже у нас написан на YouTube я хотел бы перейти наверное в режим больше вопросов ответов сейчас и наверное хотел бы больше рассказать о стартапах и монетизации но перед этим я наверное более детально расскажу почему как бы этот проект откуда он возник и почему мы связываем с ним надежды почему мы считаем что это в общем-то неплохой способ потратить наше время и деньги и почему это может работать ну во-первых потому что у нас есть план то есть план всем понятен то есть хотим запустить успешный проект но если даже это не получится у нас есть план то есть этот продукт он в общем выстрадан выстрадан нашей компанией так что это результат наших страданий значит мы занимаемся аутсорсингом и предоставляем такой же подобный сервис тому о котором передо мной Вячеслав рассказывал и мы работаем на почасовой основе используем подобные трекинг системы уже в течение трех лет у нас есть естественно продаж менеджмент портал через который мы ведем все задачки которые умеют считать время подобным способом то есть когда мы поняли что продукт который мы написали который мы использовали для такой домашней разработки может быть полезен большей аудитории то есть мы решили сделать такой проект сделать его паблик это план А и план Б план очень простой даже если это не выстрелит это нужно нам и мы его используем и собираемся дальше его использовать да еще говорят что для каждого продукта обязательно найдется свой покупатель иногда даже два так что так что мы думаем что покупатель у нас есть я уже говорил что сейчас у нас полторы тысячи пользователей которые зарегистрированы из этих полторы тысячи пользователей где-то порядка 500 постоянно работают мы работаем по модели фремиум поэтому каждый может зарегистрироваться и попытаться использовать этот проект вы у не Продолжение следует...